Девушки отдыхают На грани от двойки по каждому из предметов Если ты умудришься получить сегодня хотя бы одну Ты останешься на летнее задание И помимо этого, я надеру тебе жопу вот этим веником И варить на ботах его колючей проволокой Облив бензином и подожгя Ты меня понял, сын? Да, мамы Ну вот и славненько Надо срочно придумать хитрый план Эврикана Говоришь, линолен скользкий? Угу, ударился, блин Че-то у меня голова болит, мам Можно я в школу не пойду? Ерунда, позавтрак еще пройдет Но у меня голова кружится Ты преувеличиваешь, иди хавай Но я потерял три литра крови Хорошо, мам Так, ладно Давай разберемся, как разумные люди Как мужики Ты прекрасно знаешь, что если я пойду в школу То сто пудов умудрюсь получить парашу А если я останусь дома То ничего плохого не произойдет Ведь это разумно Хм, а ведь вкусный был Блин, весь день придется сидеть на стрёме и не палиться Интересно, на сегодня вообще что не задавали? Итак, проверим домашнее задание Твою мать! И отвечать у нас будет Пожалуйста, только не меня Кого угодно Женщин, детей, бобров Но не меня Пожалуйста, 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 пожалуйста Козеков, ты отвечаешь Одну минуточку Пляха, муха! А какая тема? Перл-Харбор Пляха, муха! Хотя, постойте 1941 год Утром 7 декабря японцы устраивают хитрозаду атаку военной базы Перл-Харбор Сонные миликосы в трусах и носках пытаются дать им отпор в течение кучи часов По всей локации происходят взрывы В воздухе летают органы с разной степенью прожаренности Видимо, стеряется в фонтанах крови и красноты от нанесения урона Атака проходит удачно Бункер раскренебенивают в хламину Это безумие! Это Спарта! Когда новый мульт? Войска негодуют? Охудеть! Питаны нас берут на абордаж Стреляй в голову! Наши молодости стреляли вилками, потому что тогда винтовок не было Ну, вроде всё верно А потом я выбегаю, как давай лупить по ним из пулемёта! Чё? Ты что ли мне геймплей из Меда Лав Хонор пересказываешь? Эээ, не, это просто цитата одного из воевавших тогда, окей? Хм, хорошо Четвёрка Йес! Так, кто хочет ответить в пересказ романа «Преступление и наказание»? Ну же ты, Дима? Да не, мне чё-то не хочется Да я знаю, ты хочешь Да откуда вам что-либо знать? Давай же, выходи Да не Тогда тебе кола Ты шо тебе вожи? Ща я всё расскажу Что же ты овцами атак подставляешь? Почему руку не подняла? Я же знаю, что ты прочитала Я всё о тебе знаю Даже где ты живёшь Плачешь как баба Ну, что молчишь? Я собираюсь с мыслями Блин, паника я даже краткого содержания не прочёл Чё делать, чё делать, блин Попытаюсь воспользоваться старой доброй логикой Да поможет мне великая сила Глубинный смысл данного произведения заключается в том Что любое злодеяние влечёт за собой неименуемое наказание На основе чего можно сделать вывод Что отсутствие злых деяний предотвратит любое наказание Однако что вообще есть злодеяние? Ведь система оценивания у каждого своя Что неприемлемо для одного Может являться нормой для другого Соответственно, наказание несправедливо А фильм «Повелитель стихий» — говно Пока не у него самосудержание Как он старушку топориком шмякнул и всё такое? Что? Да как вы смеете? Так поверхностно обсуждать этот рассказ? Но ведь это роман Эээ, неважно Это же величайшее произведение на свете За подобное пренебрежение к нему стоит отрезать конечности Я и не думала, что тебе так понравился роман Вижу, ты точно его прочитал Молодец Главное, что он заставил тебя задуматься Пятёрка тебе Можно выйти? Да, конечно Да, у кого большие яйца У меня большие яйца Пятёрка Ух, я в ударе Думаю, дальше вряд ли чё будет Тима, назови меня савиды спиртов на оценку Эй, чел, подскажешь, если чё, ок? Не-не-не-не, а тут просто амульфильм снимаем Ну ты-то подскажешь? Ну, помогу, чем смогу Спасибо, чувак, выручаешь Эй, поможешь мне подсказать ему, ок? Хорошо Слушай, поможешь помочь ему подсказать? Угу Спасибо Эй, давай, отвечай Эм... Метил Чё? Метил, блин Да метил, блин Метил Молодец, дальше Этил Этил Дальше Пропил Пропил Дальше Жопа Жопа Эм... Да-да-да-да, давай дальше Эээ... Мутил Курил Тусил Косил Дебил Э-э... Дверь запилил Да시고, дальше Ээ... Всё Всё? Молодец Так вы прям молодец Время немного напутает, но смотрите Четыре Йуху Хахахахаха Заков, забирай свой табель и сваливай отсюда С радостью Я сегодня не получил ни одной двойки Так что все должно быть кошерно Ты оценки-то свои вообще видел? Ээээ... Нет Так взгляни же У меня... ни одной тройки? Но ты же сказала мне утром, что... Да, я соврала Но ведь хуже не стало Наоборот, ты получил больше, чем рассчитывал Если бы я тебя не запугала, то ты бы и не подумал стараться Не так? Ну, наверное Так-то, ты еще поблагодаришь меня, когда будешь поступать в универ Ибо все твои действия отразятся на твоем будущем Правда? Нет, блин, я тут просто так распинаюсь Конечно, правда Главное было показать тебе это Дальше ты уж сам решай, как стоит жить Привет, сосед Я просто хотел извиниться за то, что всегда был таким уебананом И действовал тебе на нервы Я просто хочу, чтобы ты знала, что на самом деле я всегда видел в тебе личность Поэтому прошу тебя не злиться на меня И надеюсь, что мы будем друзьями Спасибо, для меня это много значит Для меня это тоже важно До встречи Ага, пока Сработало Пара слащавых пафосных фраз И я втерся ей в доверие Теперь она наверняка даст мне списать А может, даже просто даст Бу-гага Я все слышала Вот решебник с ответами на все задания А родители мои свалили на дачу Вау Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова